Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game и у нас сегодня будет и обзор, и так называемая новая жизнь. Если кто помнит или смотрел, я покинул проект Red Age и искал себе новое пристанище. И вот сейчас открылся новый проект, называется он Shad RP, тень так называемая. Ну и вот мы о этом недавно открывшемся проекте, а проект всего еще неделя. Я и попробую и посмотреть на него, и здесь какое-то время может быть посуществовать, а может быть и зацеплюсь. Это покажет время. Пока что я зашел, посмотрел и увидел, что это копия, ну почти точная копия того же самого Red Age, с которого я недавно ушел. Как видите по деньгам я уже попробовал, пощупал здесь кое-какие профессии, но надо сразу же сказать, что ничего интересного здесь по профессиям я не увижу. Сейчас в правом верхнем углу загорится подсказка, если кому интересно, Red Age обзор есть у меня на канале. Ну а на этом же проекте все профессии скопированы с проекта Red Age. Надо сказать больше, даже если посмотреть в файлах игры, то даже остался логотип проекта Red Age. В общем-то ничего интересного здесь нету, как и там на Red Age, так и здесь одни и те же баги, одни и те же проблемы. В общем-то вот я там работал и очень много показывал то, что я ездил на почтовом мотороллере. Кстати, на Red Age же потом мотороллер заменили, здесь же все равно еще на мотороллеры надо гонять и это самая хорошо оплачиваемая работа на начальных этапах. Еще здесь есть работа газонокосильщика, но она на этом проекте, по крайней мере, багнутая. То есть, что я имею в виду, там, когда ездишь по триггерам, триггеры не сразу срабатывают. На некоторых триггерах надо по два, по три раза через него проехать, чтобы он сработал. Поэтому время убивается до хрена, а денег ни хрена не платится. И вот я пока прокачивался и ездил вот на таком вот мотороллере и зарабатывал себе денежки. Кстати, здесь вообще экономика очень кривая, косая, но этого мы коснемся дальше. И вот пока самая доходная работа это вот доставщика почты. Ну и также надо сказать, от того, что вы катаетесь и разводите эту почту, растет ваше благосостояние, но не уровень. Уровень здесь зависит от того, сколько времени вы проведете на карте. Ну, меня в один прекрасный момент это задолбало, и я поехал увольняться. Вот, кстати, где находится эта служба, как и на первоначальном Red Age, тоже в этом же месте находилась, но потом они поменяли, потому что это вообще-то здание прачечной. Там даже на стене написано, что это прачечная, прачечный автомат. Вот, поэтому на Red Age перенесли в более антуражное место. Здесь же она по-прежнему так и стоит, вот в этом вот месте. Я пошел устраиваться на другую работу, потому что у меня апнулся уровень. И устройство через другую работу здесь идет через, естественно, ратушу, мэрию, ну, вы называйте, как хотите. Заходим туда и выбираем нужную нам профессию. И вот, пожалуйста, один в один то же самое, что и на Red Age. Я уже, наверное, 25-й раз сказал слово Red Age. Ну, ничего не поделаешь, потому что это действительно реальная копия с теми же багами, с теми же проблемами, что и на том же самом Red Age. Ну, у меня нету категории. Надо идти получать права. А вот саму автошколу целиком взяли из проекта GTA 5.com. Downtown, Strawberry, как вы сейчас видите в правом верхнем углу, один в один, взята оттуда, но упрощена. На GTA.com была сначала теория, а потом практика. Здесь сразу же практика. Никакой теории здесь нет. Надо ездить вот по таким вот триггерам. Маршрут один и тот же. Что для мотоцикла, что для легкового транспорта, что для грузового транспорта. Поэтому особо зацикливаться на этом не вижу смысла. Катаетесь... Ну, надо сказать, что маршрут небольшой. Небольшой. Я видел гораздо длиннее маршруты. И там по 10 минут надо было накручивать. Здесь маршрут достаточно короткий. Но вы проезжаете что на грузовике, что на легковушке, что на мотоцикле. В общем-то, по одному и тому же маршруту все права вы получили. Ну и так как теперь у меня есть права, я пошел устраиваться в автопарк, в автобусный парк, чтобы покататься на автобусе. Как это выглядит, вы видите. Кстати, аренда стоит, в отличие от того же Red Edge, опять скажу, копейки. 40 долларов, как вы сейчас видели. На Red Edge это стоило, по-моему, полторы тысячи. Но зарплата все то же самое. 6 долларов за одну точку. То есть вы выезжаете на маршрут, маршрут всегда один и тот же. Остановки разбросаны по всему острову, но всегда выпадает один и тот же маршрут. И вот за такую точку, за одну красный триггер, за это вы получаете 6 долларов. Ну и можете себе представить, чтобы заработать хотя бы 6 тысяч, вам надо проехать сколько? Правильно, тысячу точек. И это с учетом того, что это очень медленный транспорт и у вас еще на пути попадаются остановки, на которых надо стоять 10 секунд. В общем, кривая экономика. Надолго меня не хватило. И вот в правом верхнем углу вы можете заметить, зеленым это то, что я заработал на автобусе, а белым это то, что я заработал на скутере. Что называется, почувствую разницу, да? Как я сказал, экономика очень кривая, но мы ее еще коснемся. Ну, а мне же, как вы понимаете, ничего не оставалось, как уволиться с работы водителя автобуса и устроиться обратно развозчиком почты на скутер. Надо сказать, что на скутере действительно зарабатываешь очень хорошо, достаточно быстро, хотя надо сказать, что пробеги на скутере бывают очень длинные, по 12,5 километров, а это действительно такой пробег дальнобойщика. Но тем не менее, я сделал еще три круга, то есть по 10 заказов, 30 заказов доставил, и как видите, вот столько денег у меня теперь есть. Даже, наверное, не три полноценных заказа я сделал, три круга вернее, но тем не менее, я решил купить бизнес. Проект новый, я уже говорил, открылся недавно, поэтому здесь и дома, и бизнесы еще пока что можно купить. Поэтому я решил себе сразу же прикупить вот такую вот заправочку. Здесь все происходит по старинке, тут нету никакого триггера, в который вы входите и покупаете, нет, тут надо пользоваться чатом и вписывать какие-то команды. Ну, в общем, такая доисторическая система, конечно, но что поделать, пользуемся тем, что есть. Далее надо обязательно оплатить налоги, иначе через какое-то время ваш бизнес пропадет, и, естественно, деньги вам за это никто не вернет. То же самое касается и домов. Если вы купили дом, сразу же идите и оплачивайте налог на дом. Лучше сразу же побольше ложите, ну, сколько позволяет проект. Этот проект позволяет немного. Порядка двух тысяч ты можешь положить депозита. Ну, а дальше надо все время пополнять, иначе все слетит. Мне же, несмотря на то, что я стал владельцем бензоколонки, заправочной станции, как хотите, называйте, все равно пришлось сесть обратно за рулем мотороллера и заниматься дальше фармом денег, потому что на этом проекте еще нету дальнобойщиков. А здесь, по условиям проекта, как и на Redage, опять же, повторюсь уже, наверное, в тридцатый раз про проект Redage, вы покупаете себе бизнес, но поставляют вам товар дальнобойщики. Дальнобойщиков нету, народу еще на проекте мало, и, естественно, что прокачаться до пятого уровня, а им настолько нужно для того, чтобы работать дальнобойщиком, естественно, пока еще такого народа здесь нету. Даже у меня, вот я здесь три дня, у меня всего третий уровень прокачан, всего третий уровень. Прокачивается уровень в зависимости от того, сколько времени вы проведете на проекте, то есть стоя на карте, вы афкажете или занимаетесь чем хотите, в общем, вот так. Дальнобойщиков нету, поэтому и бензина нету, а налоги платить надо. И налоги за бизнес, и в дальнейшем, если я куплю дом, налог за дом тоже надо будет оплачивать. А когда появятся дальнобойщики, бог его знает. Поэтому вот такие вот у меня пока что дела. Но зато где повстречались группировка итальянской мафии. Тормози, тормози. Что ты там сигналишь? Че ж сколько заработаешь нормально? А че серьезно заработать тебе не нужно? Или нужно? Там водить грузы какие-то, потом объясню. Привет, в машину. Поехали, рабочий день твой закончен. Сколько тебе уходит за одну доставку? Ну вот у нас так же платят ползары тысячи за доставку. Ну, факт, что у нас все время по полторы. Ну это, так давай, потом объясню. Ну и вот, друзья, такая вот встреча с итальянской мафией у меня случилась. Сначала же они, конечно, подъехали с наездами, но потом мы разговорились, и они пригласили меня к себе в организацию. В общем-то, этим я сейчас и занимаюсь. Эти же ребята помогли мне и как-то посмотреть на мир этой криминальной структуры изнутри, но еще заодно помогли. Не деньгами, но хотя бы одеждой они мне точно помогли. К тому же они носят свои цвета. Мы поехали в магазин, чтобы купить одежду их цветов. Понимаете? Чисто вот такая одежда будет. Ну и вот так как я сам не смог разобраться, поэтому вот Тони пошел, купил мне одежду, и вот теперь я выгляжу вот так. Ну, а далее мы поехали на их базу, ну а по пути мне как раз рассказали, что да как. Короче, смотри. Делаем как? Как сказать? Короче, получается за заказ, за заказ 1500 до баксов. А 500 баксов у нас осталось, тысячу ему тебе оплатят. Пойдет так? Не считай, потом по рангу поднимешься ему тебе уже. Скажем, скажем, чем мы занимаемся, остальной бизнес наш. Да. Так, ну на кого понравится тебе? Можешь выбрать перевозку уже, перевозка денег, перевозку трубов. Что хочешь, что выбирай. Ну ладно, посмотришь, понравится, не понравится. Ну, визи-визи. Там, ты же знаешь, да, через диск, этот, Direct Connect и на месте появляться. Вот так вот и делай. Так быстрее будет. Намного. Все, Лана, давай, удачи тебе. Ну и вот, друзья, как вы видите, я взял первый заказ, перевозка трупов, это уже работа, связанная с группировкой итальянской мафии. Я уже как участник приступил к деятельности. Но тут можно много чего сказать, и можно о чем поговорить. Первое, вы слышали, полторы тысячи мне предлагается, 500 долларов идет в общак, тысяча мне. Да, вспоминаем работу почтальона, на который я за круг делал почти 50 тысяч. Здесь же я получаю всего одну тысячу. И то, тут есть другой аспект. Во-первых, очень криво работает навигатор. Навигатор вот меня привез в данный момент на мост, и все, дальше ищи как хочешь. Следующее, после того, как вы приезжаете на триггер, машина пропадает. И возвращаетесь вы на базу за следующим заказом, пешком. Помните, Тони сказал, пользуйся дисконнектом. То есть, чтобы сократить время, после того, как я доставил груз, мне нужно выйти из игры, и зайти опять, и уже выбрать точку появления база. База мафии. То есть, этим я хочу сказать, что и экономика непродуманная, и сама миссия, и работа вот этой вот, пускай даже начальная работа мафиози, она непродуманная. Непродуманная никак с точки зрения экономики, никак с точки зрения самой миссии. То есть, мне приходится бегать пешком. После того, как я доставил груз, мне нужно бегать. Ну, естественно, люди этим не занимаются, люди просто делают дисконнект, перезаходят в игру, но все равно времени тратится огромное количество. Я бы за это время на мотороллере заработал бы втрое больше. Ну, а в общем-то, вот как это происходит. Подъезжаем на триггер, кстати, триггер очень бледный, практически незаметный. Раз, все, машина исчезла. И вот с этого места мне нужно либо пешком бежать до базы, либо вызвать такси, но, повторяюсь, онлайн низкий такси нету. Ну, и если бы было такси, то такси как раз бы съел мой заработок. То есть, людям предстоит вот в этом месте дисконнектиться и перезаходить в игру уже на точку появления базы. Для чистоты эксперимента я доставил три груза. Трупы, деньги, оружие. И два раза я перезаходил, один раз я попытался добежать пешком. Не поверите, сколько это времени занимает и первый случай, и второй. Это просто какой-то кошмар. Ну, и, в общем-то, как выглядит экономика на начальных этапах и как выглядит работа. Даже пускай начальная работа мафиози мне крайне не понравилась. Все непродуманно и все очень криво. Ну, а вот как выглядит наша база. И надо сказать, что база имеет двойной вход. Ну, вернее, дом, в котором мы сейчас находимся, имеет двойной вход. Вот, первый вход, который мы сейчас находимся, я зашел через триггер, который стоит возле входа. Но можно, минуя триггер, зайти непосредственно сразу же в здание. Зачем это сделано, ну, особо я не знаю. Но сделано вот так вот, что можно заходить и через триггер, и напрямую. Вот. Выглядит очень прикольно, как вы видите, так, ну, антуражненько сделано, есть и такие комбинеты босса, и, ну, в общем-то, антураж присутствует. Ну, это GTA 5, что-то скажешь, здесь всегда все красиво и интересно. Правда, и здесь не обошлось без багов. А баги как раз касаются вот той части, видите, в которую я вхожу без триггера. Напрямую входим в дом, стоит перед нами стол с цветами, потом керакс, и появляется какая-то вот нагромождение коробок, что ли, непонятно чего. Потом она пропадет, потом поднимется кверху, ну, такие вот интересные баги. В целом, база очень прикольная, такая теплая, что ли, такая атмосферная. Ну, вот, к сожалению, отдает какую-то сыростью, недоделанностью, что ли. Вот такая вот атмосфера здесь царит. Ну, а далее мы с коллегами поехали стреляться с ментами. Так как народу на проекте еще немного, поэтому и сами менты, и, в общем-то, вот бандитские группировки ищут себе вот такие вот приключения. И это как бы неплохо, потому что действительно чем-то заняться надо, пока онлайн еще только-только, начинает расти, поэтому чем-то надо позаниматься, поэтому поехали стреляться. Не грабить кого-то, не трогать мирное гражданское население, а просто стреляться с ментами. Надо сказать, что и менты и сами совсем не против постреляться, потому что, ну, сидеть в управлении очень скучно, поэтому ищут вот такие вот приключения. Достаточно весело и интересно. Еще раз скажу, что слава богу, что не грабить гражданских, потому что тогда бы я бы, наверное, просто сразу же вышел нахрен. Ну, а в целом, достаточно интересно, забавно провели время. Допомню, что менты все-таки не просто гражданские, они с оружием, у них есть машины и тому подобное, поэтому здесь, как бы, я участвовал в равной перестрелке, хотя мне выдали только один пистолет и две обоймы к этому пистолету. В общем-то, вот и все. Я еще стрелок тут оказался еще тот. Я выстрелил все свои обоймы еще пока мы ездили, и когда началась вот такая уже наземная перестрелка, я даже из машины не выходил, потому что, ну, а что толку, у меня патронов нету. Вот такая вот веселуха. Но повторюсь, что это перестрелка с ментами, которую я, в принципе, на любых проектах всегда оправдываю. Это не перестрелка по мирным гражданам, по работягам, по фармерам, у которых нет оружия. Вот такие вот здесь интересные приключения происходят. Ну, и вот такое вот начало жизни у меня на этом проекте. Наверное, сейчас будем заканчивать эту серию. В дальнейшем буду, наверное, еще продолжать здесь какое-то существование. Не знаю, что получится у меня на этом проекте, пока ничего сказать не могу. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok